Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю свою реалити, худею после 50 до своего идеального веса. Цель моего реалити двойная. Во-первых, достичь вес своего комфорта. С отметки 62 кг я движусь к 57. Сегодня у меня 59,850. Весы снова разладили свою связь с приложением, поэтому поверьте мне на слово. Плюс 250 по сравнению со вчерашним днем. Объясню позднее, что могло послужить этому причиной. И вторая цель моего реалити это показать тем, кто сомневается, что можно вполне реально привести свой вес в норму и даже от липучих килограммов избавиться. То есть от килограммов, которые физиологически совсем не лишние, просто вам хочется чуть-чуть быть тоньше и легче. Так вот, можно от них избавиться, не прибегая к жестким диетам, голодовкам, каким-то там экстремальным подходам, интервальным голоданием, белковым диетам, кето и так далее. Ничего подобного. Просто регулирование обычного питания, привычного. Те же блюда ем, что вся семья ест, там пельмешки, сырничные пироги, оладушки и так далее. Неважно. Все, что мне хочется, я включаю в свой рацион, естественно, регулируя количество. Так вот, про регулирование количества сегодня и будет речь. Сегодня вес скакнул вверх. Вполне вероятно, была этому причиной вчерашний мой день. Хотя далеко не всегда наш вес отражает то, что было с нами накануне. Вчера у меня был голодный день. В том смысле, что перед каждым приемом пищи я чувствовала себя гораздо голоднее, чем обычно. То есть у меня было состояние готова съесть слона. Хотя всегда, конечно же, я рекомендую себя до такого состояния не доводить. Но это было не потому, что я пропускала прием пищи или там забывала поесть. Нет, я ела как по часам, потому что ждать дольше я просто не могла. Мне действительно было голодно и съедала все, что я себе накладывала. То есть иногда бывает, что я останавливаюсь, не доедаю до конца, просто потому, что уже наедаюсь. В этот раз мне нужна была вся моя еда. С чем это было связано? Не знаю, может быть, в какой-то физиологии, а может быть, все-таки эмоциональное состояние повлияло даже на мое чувство физического голода. Не важно, что было этому причиной, но я к себе прислушивалась и искусственно уменьшать свой рацион даже не пыталась, потому что понимала, что это чревато. И вот, кстати говоря, этот пример говорит о том, вернее подтверждает то, что тактика подсчета калорий как главного инструмента похудения очень часто приводит к противоположным результатам. То есть как бывает, человек решает, вот у меня 1200 калорий или там 1500 калорий, я буду этого придерживаться. Начинает с утра считать, если к вечеру он видит, что у меня еще куча калорий осталось, значит, можно плотненько поужинать. И ужинает плотно, несмотря на то, что особого аппетита, допустим, нет. А на следующий день наоборот, ситуация другая. К вечеру уже почти никакой калорий не осталось, все съел за день, потому что голодно, потому что так получилось. И вечером ложиться спать голодным только потому, что ему больше нельзя. 1500 калорий расходовал раньше, чем нужно. И вот такой подход как раз и очень часто приводит и к срывам, и к нарушениям пищевого поведения. То есть именно такой диетный подход, игнорирование сигнала своего тела приводит к тому, что мы фиксируемся на еде, перестаем себя понимать. И вместо того, чтобы привести свой вес в норму, наоборот, начинаем поправляться. Срывы, переедание – это прямое следствие такого диетного подхода. Это один из вариантов, который подсчет калорий не для того, чтобы понять, что происходит в твоем питании. То есть одно дело, когда ты просто ешь и считаешь калории, чтобы посмотреть, переедаешь ты, не доедаешь, если ты, допустим, вообще себя не понимаешь. Не знаешь калорийность питания. На первых, в парах, да, это интересно и важно. Но когда подсчет калорий становится главным способом похудения, ну так же, как вот эти весонаблюдатели, всякие очки, кремлевская диета, какой-то баллы, вот это все, эта фиксация излишняя на еде приводит к нарушениям пищевого поведения довольно стойким. Поэтому, если вы не хотите себе навредить, лучше этим не баловаться. Да, возможно, есть редкие исключения из правил. То есть люди, которые, ну, с детства так, они воспитывались или у них такой склад психики. Ну, не будем говорить норма, не норма, будем считать все, что не мешает жить окружающим, это норма, вариант нормы, да. Но есть люди, которые любят все контролировать и в том числе и свое питание буквально понимать, что они едят до крошки и так далее. Им так спокойнее. Возможно, в этом случае не будем ломать им психику, что называется. Но для большинства людей такая фиксация на подсчетах, она чревата дальнейшими проблемами с питанием в том числе. Поэтому будьте с этим аккуратны и осторожны, скажем так. А я пока продолжаю движение к своим стройным целям. Ну, честно говоря, вот если совсем честно, смотрю на себя в зеркало и не уверена, что я хочу еще 2 килограмма скинуть. Ну, не уверена. В принципе, мне сейчас хорошо. Хорошо. Ну, не знаю. Может, остановлюсь. Ну, пока еще продолжу путь дальше. Раз уж обещала до 57, хотя я с самого начала говорила, что, может быть, и раньше остановлюсь. Ну, посмотрим. Пока так. Хорошего дня и до встречи завтра.